Рожать в Ленинске-Кузнецком стали больше, причем заметно увеличилось количество многоодетных семей, в которых в 2012-м на свет появились третий и четвертый ребенок. Всего за 12 месяцев прошлого года в городе родилось 1419 малышей. Это на 147 детей больше, чем в 2011-м. Естественно, та политика, которая ведется в этом направлении в городе и области, она, видимо, дает положительные результаты. Лидером среди имен является Виктория. Мальтишек чаще других нарекают Александром. В первую десятку также входят... Матвей, Иван, Артем, Ярослав, Владислав, а среди девочек Анастасия, Екатерина, Мария, Дарья, Варвара. Ну все, видите, склонны называть такими русскими именами. Я вот посмотрела, в предыдущие годы, например, были такие редкие имена. Это Лаура, Стефания, Ева, Ростислав, Элина, Эмиль, Мирослава, Дамир, Назира, Лев, Аким, Доминик. Вот встречались и такие имена. Ну вот, к сожалению, как нас с вами, Галина и Наталья, не называют и Людмилами, и Любовями, и Надеждами, и Светланами. Вот почему-то вот эти имена выпадают как-то вот из поля зрения наших молодых родителей. В минувшем году было зарегистрировано 1111 браков. Чаще всего брак вступают молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Причем третья часть – это повторные браки. 15 невест и 3 жениха были до 18 лет. Но, к сожалению, и число разводов увеличилось на 107. Количество разводов пришлось на возраст от 25 до 39 лет. И эта цифра составила в этом году 572 развода. Наибольшее число свадеб заключается на Красную Горку и в 3 летних месяца. 24 пары решили зарегистрироваться в символическую дату – 12.12.12. Кстати, в День шахтера 2013 года специалисты Ленск-Кузнецкого ЗАГСа ожидают очередной свадебный бум. Согласно нашего закона, федерального обакта гражданского состояния, потому что это основной закон и семейный кодекс, на основании которых мы работаем, подача заявления предусмотрена за 2 месяца. Мы всем так молодоженам говорим, предварительной записи мы пока никакие не ведем. Подать заявление на вступление у брака в День шахтера могут не только жители Ленск-Кузнецкого, но и соседних территорий.